Приветствую вас и, на самом деле, начать нужно с того, что, скажем, вы не открыли на себя что-то новое. После того, как отношения с этим мужчиной у вас закончились, точнее, он перестал давать о себе знать, вы вскрыли свои какие-то страхи, которые, вероятно, были с вами всегда. Потому что, по общему правилу, если у человека не было никаких предпосылок для описываемых вами симптомов, то возникают они после второго ранга, когда появляется некоторая систематичность. У вас же это появилось с первого, и таким образом, принимая во внимание, что вы пишете, что до этого знакомства еще было нормально, то есть вроде бы нормально, но какие-то моменты все равно были, значит, неуверенность в себе, она была с вами и раньше. Но давайте не будем сейчас говорить о том, что она была у вас раньше, а попробуем разобраться именно в контексте этой ситуации. Значит, во-первых, так, мужчина перестал давать о себе знать, это означает, что время, проведенное с вами, для него было увлечением, может быть, игрой, но ничем серьезным. Потому что, если он, там, по себе серьезный, как вы говорите, то ему ничего не стоило бы объяснить вам, в чем дело. Сказать, ну, вот, мне не понравилось, скажем, то-то, 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 или меня не устраивает то-то, то-то, то-то. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего ненормального, но он предпочел просто перестать выходить на связь. И такое поведение говорит о том, что либо он стремился вам казаться определенным образом, под определенным углом, либо не воспринимал вас речь. Другими словами, вы, за своей точкой зрения, сделали все нормально, вы вели себя так, как вам было наиболее приемлемо, вы были сами собой. И вы не сделали ничего плохого, что-то мужчина перестал с вами общаться, это целиком и полностью его проблемы. Вы не можете себе объяснить причину этого, вы не можете себе объяснить, почему мужчина так себя ведет. И из-за этого он скажет, что проблема в вас, на самом деле проблема в нем. Тем не менее, а, тем не менее, опять-таки, по общему правилу, если вы любите человека, то вы желаете ему счастья. Если вы желаете человеку счастья, то логично предположить, что раз мужчина не с вами, значит без вас он, ну скажем так, счастлив. Потому что раз он, главное, стремится. И если вы его любите, значит, по идее, следует радоваться, что он этот желает и счастлив. У вас это не происходит, вы чувствуете себя потерянный, вы чувствуете себя неувереннее в себе, значит, в нем для вас был сконцентрирован предмет потребностей, которые вы реализовывали через этого человека. Другими словами, с помощью мужчины через него вы удовлетворяли свои желания, не связанные с личными отношениями в узком смысле. То есть, личные отношения в узком смысле, это непосредственно мужчина и женщина, непосредственно любовное взаимодействие. Вот не затрагивая, это вы реализовали еще какие-то другие свои потребности. Может быть, так вы чувствуете себя увереннее в себе. Может быть, чувствуя себя неодинокой, вы полагаете, что занимаете достойное место в обществе, что вы ничем не хочете других. Может быть, вы боитесь одиночества, может быть, есть что-то еще, чего нельзя приположить из вашего сообщения, но тем не менее, какие-то потребности вы перестали удовлетворять. И из-за этого у вас такая реакция. Вы сами стали чувствовать себя хуже. Давайте представим себе ситуацию, когда мужчина и женщина начали встречаться, а потом мужчина решил уйти. Что делает уверенная в себе женщина, если речь идет о личных отношениях в узком смысле? Она понимает, что человек ей не дорожил, человек ее обманул и говорит себе, он мне не подходил, он был недостойным. И живет дальше. Почему? Потому что сама для себя она знает, что она красивая, что она самая лучшая, что она привлекательная, она уверена в себе. У вас этой неуверенности нет. И необходимо понять, почему, в каких сферах, в каких элементах проявляется ваша неуверенность в себе, и постараться вот эти потребности, которые у вас не реализованы, их все-таки удовлетворить. И тогда в отношениях вы будете занимать независимое равноправное положение, что позволит вам строить отношения непринужденно, так как вам удобно, и не испытывать таких состояний после их возможного разрыва. Дальше. Вы здесь не указываете в своем сообщении сроков, вы не указываете, сколько времени вы пробыли в машине, но можно предположить, что вы предлагали на этого человека большие надежды. И вы поверились в то, каким он вам казалось. Соответственно, сейчас вы переживаете адаптационный период вашего сознания, когда оно приспосабливается к новым условиям вашего существования. То есть вы были с мужчиной, вы чувствовали себя уже практически в паре, и тут вы внезапно остаетесь вновь одна. Соответственно, ваше сознание, расширившись, теперь вновь вынудено сужаться. Процесс этот достаточно болезненный для человека всегда. То, что вам нужно делать, это получать как можно больше впечатлений, общаться с другими людьми, с мужчинами, дабы чувствовать себя привлекательной, желанной, сексуальной и так далее. И, как можно, больше устава. Исследование этим несложным направлениям, вы в максимальные сроки для себя, потому что у каждого человека они свои, вы видите себя из этого состояния. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарна.